здравствуйте здравствуйте дорогие друзья по нашей доброй традиции желаю вам хорошего настроения хорошего самочувствия берегите себя и своих близких в эти непростые времена дмитрий медведев заявил я их ненавижу ублюдки они желают нам смерти здесь очень интересная заметка по поводу текущей транзитной ситуации в нашей стране первое структуры российской власти при совершенно разных государственных строях всегда тяготеет к одной и той же конструкции во главе самодержец генеральный секретарь президент царь император с абсолютными полномочиями существует центр выработки решений эдакий универсальный think tank двор собственное его величество канцелярия секретарят цк партии администрация президента совещательный орган уважаемых людей госсовет верховный совет ссср госдума плюс совет федерации то есть это так называемая политическая элитка не путать с реальной элиткой да то есть олигархи редко при не получают какой-то такой реальный статус некоторые конечно сидят совете федерации как керимов некоторые сидят в госдуме но чаще всего олигархи сажают в эти органы своих марионеток своих помощников своих может быть там успешных менеджеров директоров или просто родственников но это всего лишь совещательный орган то есть по закону он у нас это законодательный орган то есть это вершина законодательной власти принять и понятия они принимают они пишут и принимают законы по которым мы живем но на самом деле да вот все четко они всего лишь совещательный орган который может быть иногда что-то правильное подсказывает а в администрации президента уже решают что принять что не принять вот это вот отношение к народной воле вот очень интересный анализ точки зрения того как устроено государство дальше традиционно сильная но разобщенная региональная элита земельной аристократии обкомы сейчас у нас это местные церкви местные региональные олигархи в каждом регионе кто-то кладет дороги кто-то строит за бюджетные деньги и другие люди строят человейники иногда это одни и те же люди иногда это разные компании потом у нас есть конечно же люди которые в школы поставляют питание люди которые занимаются топливом углем газом бензином ну короче говоря в каждом регионе есть люди которые обладают огромной властью даже без формального статуса и традиционно слабое в политическом отношении правительство вот у нас сейчас такая такие проблемы с импортозамещением там санкции все дела когда вы последний раз слышали выступление ну того же мишустина что он так эдакого говорит ну путин поручил выделить деньги мишустина это потихонечку распределяет своих собственных инициатив у у правительства практически нет непропорционально развитая госбезопасность причем сейчас мы дошли до такой точки когда это развитая госбезопасность в первую очередь фсб очень активно загнивает разлагается то есть у нас есть такой большой и дорогой и распухший аппарат спецслужб который уже становится колоссом на глиняных ногах о чем говорит недавнее происшествие которым я на наш основной канал загрузил ролик это самоубийство очередного человека из фсо и службы охраны президента сейчас это наиболее авторитетная спецслужба да друзья не забывайте ставить лайки писать комментарии подписывайтесь и это наш не основной канал у нас есть еще канал аудио статьи на котором еще больше материалов в ключевые моменты истории возникает временный орган народной демократии вечевого типа земский собор учредительное собрание съезд народных депутатов в рф такого еще не произошло то есть на самом деле по логике вот этот анализ который я сейчас вам зачитываю с которым я вас знакомлю говорит о том что в ближайшее время может быть полгода может быть полтора два года очень вероятно появление такого органа именно народной демократии то есть люди которые будут представлять все общество они только какую-то верхушку и вот вопрос почему реально народа народная власть народовластия у нас проявляется только в критические моменты а когда дальше страну нужно развивать на демократию забивают ну и начинается разворовывание постепенное загнивание загнивание ну то есть до чрезмерная демократия это плохо когда вы но есть такая известная юмористическая сценка приходят рабочие на совещание к топ-менеджерам супер-пупер модной корпорации и они там устраивают чат для обсуждения рабочую группу для согласования графика этого обсуждения они пользуются всякими там навороченными терминами устроим brain storming надо узнать реакцию инфлюенсоров на это все а вопрос то всего прикреплять табличку к двери или не прикреплять гвоздями прибить гвозди купить или или шурупами или или на клей приклеить и вот это вот они не могут решить то есть когда слишком много работы стопориться о согласовании совещания что естественно является одним из логических дополнений демократических принципов это конечно проблема но никто же не заставляет делать это именно избыточным можно усекать можно обрезать можно оптимизировать но в конечном счете простые люди демократии она должна существовать простые люди должны проявлять выражать свою волю свои представления о том в какой стране жить и вот вопрос даже если у нас сейчас будет какой-то какая-то смена системы как скоро она выродится да то есть во все периоды нашей истории появлялся такой орган а потом за ненадобностью отмирал мавр сделал свое дело маур может уходить вот не хочется чтобы у нас это опять повторилось наконец всегда появляется орган стратегического коллективного управления эдакий совет директоров который с одной стороны следит что мы сам чтобы самодерживаться не совершил непоправимых поступков а с другой обеспечивает по возможности мягкий транзит власти у нас стране это судя по всему сейчас совет безопасности совет безопасности следит за транзитом власти иногда он назывался ближний круг иногда негласный комитет иногда президиум политбюро иногда просто пятерка в сегодняшней россии он называется совет безопасности исходя из текущего состава совбеза реальных кандидатов преемники на сегодня в стране 3 медведев володин и мишустин ну учитывая то что мы обсуждали про высказывание медведева ему отвели совсем другую роль я уверен что у него нет шансов стать преемником но только если совсем совсем хлипкая конструкция которую быстро очень быстро быстрее чем при любых других раскладах смоет волна социального взрыва хотя вообще не факт что страна дотянет вот в такой ситуации до 24 года до предполагаемого транзита вообще не факт и тем не менее володин и мишустин я не понимаю почему володин есть в списке а патрушева самого нету по моему патрушев может и сам взять власть и без какого-то марионеточного володина потому что у володин это человек вообще без позиции на насколько я понимаю вот когда я отслеживаю информационное пространство я понимаю позицию чемезова это вот четкий охранитель государственник силовик все у володина какая позиция а вот хрен его знает он и тем и этим он просто как это называется фасилитатор человек который дает всем высказаться а потом делает а потом делает при принимает решение непонятно из каких соображений то ли кто-то ему занес то ли что-то в общем когда человек говорит одно делает другое это не способствует росту его авторитета и престижа а также есть четвертый джокер турчак которому уготовано место в совбезе когда он займет место матвиенко в совете федерации и у которого есть то преимущество что он единственный более-менее состоявшийся политик из числа принцев а я тоже против этой формулировки турчак спросите простого человека кто такой турчак вообще никто прошу прощения вообще никто не знает кто такой турчак давайте пользуюсь возможности вам покажу собачку коры хорошая а то вы же меня вы же меня периодически спрашиваете как там собачка корица чувствует себя прекрасно до кора так шпигель пишет российская элита настолько обеспокоена тем как обеспечить политическую стабильность и избежать протестов что собирается вокруг путина как единственного лидера который может консолидировать политическую систему и предотвратить беспорядки элита политически бессильна напугана и уязвима несмотря на новые разногласия и трещины в рядах и недовольство режим остается непоколебимым это вообще очень интересная это очень интересная история во-первых недавно я выудил на просторах интернета другую позицию и она мне кажется более верной более точный что в россии нет элиты не в том смысле нет достойных благородных патриотов не 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 в том смысле что ну вот например в китае у них там практически диктатура там есть си цзиньпинь вот этот цифровой концлагерь ну вы знаете специфику современного китая но но несмотря на все это у си цзиньпинь есть мощнейшая оппозиция внутри самой коммунистической партии так называемые комсомольцы условные сторонники дружбы с западом зарабатывание на этой дружбе и так далее а есть вот команды си цзиньпинь у которых охранительские позиции то есть есть элитные группы которые могут принимать собственные решения у которых есть план развития у которых есть схема действий у них есть свои ресурсы и так далее а у нас сейчас у кого в стране есть хоть какой-то план какая-то программа какая-то концепция допам их и у режим это у кремлевского нету считай и тем более у элитки нету они не самостоятельны они получили в 90 советское наследство ну кто-то немножечко преуспел в зарабатывании денег больше чем остальные кто-то преуспел поменьше но в целом это просто люди которые сидят на бабках на должностях при погонах при судейских мантиях и и все то есть это это не те люди которые к чему-то стремятся это даже не те люди которые борются за власть и вот какая здесь важная мысль в том сообщении о котором я сейчас рассказал и в том который сейчас прочитал по мнению британской газеты шпигель забавно что сейчас страна оказалась в моменте когда нам нужно развитие перемены а элита как с какой стороны на нее не посмотри есть она или это всего лишь аппарат который реализует путинские планы кто-то говорит что путин настолько тупой что у него не может быть планов кто-то говорит что это все хитрые планы путина ну в общем без разницы это все консервирование реальности они хотят стабильности они боятся все потерять они держатся стране нужно развитие у нас есть силы которые хотят развалить россию у нас есть силы которые хотят оставить все как есть законсервировать максимально консервируем фекалии блин а сил которые предложат развитие их нет что я имею ввиду под политической силой вы поймите что михаил делягин может быть там николай платошкин или какие-то другие деятели это просто спикеры это просто люди у которых есть какие-то мысли чтобы эти мысли воплотить в жизнь нужны во первых люди большая команда сплоченная уже с каким-то опытом деятельности с опытом сотрудничества реализации каких-никаких проектов есть финансовая источники есть информационные информационный ресурс информационная поддержка но вот если и вот напоминаю российский бюджет в год тратит от 100 до 120 миллиардов рублей на средства массовой информации дезинформации это не считая там фонда кино то есть массовой культуры нет это чисто центральное телевидение всякие там youtube каналы и telegram сеточка связаны с администрации президента с единой россии так далее так далее это колоссальные бабки у олигархов есть прикорленные журналисты сми блогеры это вообще бесспорно вот эти варламов пивоваров и так далее ой они хорошо прикорлены это известно как варламов облизывал собянина как москва похорошела как пивоваров отмазывал потанина когда на норникеле утекла утекли нефтепродукты сколько там 40 тысяч тонн у так называемой здравой оппозиции типа делягина и многих других у них нет даже собственной организации партии но это просто формальные структуры которые практически ничем не занимаются сейчас ключевой судьбоносный момент нашей истории страна не будет прежней что делают партии что делает кпрф сейчас формируется элитка но нового поколения они вообще ничего не делают несправедливая россия не кпрф не удовлетворительно с блогерами работа нулевая финансовых ресурсов очень мало по сравнению с и даже с либералами которые сбежали из страны даже с ними в сравнении у наших оппозиционеров левых и центристов какой-нибудь потапенко ресурсов очень мало ну прям ничтожно мало что же остается остается консервация единственный план на который исподобится наша власть судя потому что происходит вокруг владимир владимировича все просто нас ждет новый феодализм то есть конкретно будет будут школы для богатых даже не то чтобы богатых будут школы для правильных людей поликлиники для правильных людей возможности карьеры для правильных людей и будет черн который будет получать 3 копейки который будет медленно умирать замещаясь более трудолюбивыми соотечественниками которые не будут вспоминать вот при советском союзе мы жили лучше не дорогие друзья что думаете пишите в комментариях с одной стороны грустная картина с другой стороны страна на пороге перемен если мы будем не не предаваться унынию а стремится что-то изменить именно сейчас именно в ближайшие полтора два три года мы можем повлиять на очень многое вместе мы сила вместе мы победим берегите себя и готовьтесь 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 настраивайтесь пока